Вот хочу продолжить разговор, но уже более серьезно, о разведчиках, про разведчиков, о том, что надо больше помалкивать и не выдавать всю информацию. У меня совсем недавно подписался один партнер из Испании, и сегодня я с ним общался, он подписался два дня назад, и сегодня я с ним общался, и он мне вдруг сказал такую фразу, что вроде было все понятно, а сейчас вот захожу на сайт и как-то менее понятно. Опять много вопросов и неясностей. Очень важный момент, что хочу сказать. У меня есть система, которая позволяет пошагово, постепенно заинтересованного человека ввести в курс дела и дать ему сведений о бизнесе ровно столько, на мой взгляд, сколько достаточно для того, чтобы он принял решение на каком-то этапе. Например, я ему говорю, слушай, есть возможность заработать хорошие деньги, вот тебе ссылка, зайди на сайт. Этой информации вполне достаточно, чтобы человек, если у него есть нужда в деньгах, зашел на сайт. Он зашел на сайт и увидел короткую информацию, видеоролик, в котором говорится о том, что есть вот такие продукты, вот такая возможность на этих продуктах заработать. Хочешь узнать больше, вот там кнопка внизу, жми на кнопку. Он пять минут посмотрел видео, и ему хватило информации ровно для того, чтобы достаточно было мотивации и желания нажать на кнопку и посмотреть еще какой-то материал. Он туда нажал и попал на презентацию коротенькую, семиминутную в слайдах, которая рассказывает ему какие-то факты, сообщает и говорит, что вот если ему все это в целом интересно, то тогда ему нужно прийти вот туда-то, там забронировать билет и прийти туда-то. В интернете послужить вот такой вот семинар, тест-драйв, так называемый. И вот все, что он узнал до этого, ему достаточно для того, чтобы он пришел на этот тест-драйв. И вот он забронировал билет, и если он мотивирован, если он серьезен, если у него обстоятельства в данном случае помогают, то есть определенный шанс, что он преодолеет всякие сложности, что он не забудет, что он выкроет время, что он вовремя придет. Ну, короче говоря, есть определенный шанс для некоторых людей, что он все-таки придет на это мероприятие. Информации хватит, выданной до этого ему. И вот он приходит на это мероприятие, это презентация бизнеса, вживую, в интернете. Ну, то есть живой человек на экране рассказывает и показывает. 40 минут максимум идет информация. И суть этого спича состоит в том, чтобы больше на примерах и историях показать, что это за бизнес, что надо делать в нем, чтобы зарабатывать деньги, и сколько можно заработать. И главным подтверждающим моментом того, что это все работает, это история людей, которые в чате пишут, что я вот пользуюсь и получил такие-то результаты, а я вот работаю столько, то у меня такая-то команда, там столько-то партнеров в бизнесе и столько-то денег я заработал за такое-то время. И при этом говорятся основные, сообщаются основные факты, которые дают ему общее представление о том, что это за компания, сколько она на рынке, какой у нее система выплат. Но безо всяких баллов, безо всяких карьерных статусов, безо всяких пакетов, безо всяких цифр и фактов, нагромождаемых друг на друга, без которых, в принципе, партнеру нельзя обойтись, чтобы не знать это. Но в данном случае это все опускается как неважное, как второстепенное и даже вредное для того, чтобы человек принял нужное решение. А потом говорится, это стоит столько-то, давай начинай. А вот подробно ты уже узнаешь на тренинге. И человек за 30 долларов покупает бизнес-стартер, кит так называемый, и попадает на тренинг, где ему уже более детально, разжеванно, как своему, как человеку, который может задать вопрос, переспросить сто раз, он уже в теме, отступать ему некуда, там уже можно рассказывать ему баллы, лево, право, карьера, статусы, как они называются, какие промоушены. Там уже можно говорить, и то не все, и то только для новичков. Такая стандартная информация, такая шаблонная. А вот если ты сделаешь вот это, если ты ступишь вот на этот шаг, если ты сделаешь, значит, вот такие-то премиус-решения, тогда для тебя уже более подробно. И вот таким образом за 5 месяцев я построил организацию в 3000 людей, в 32 странах мира. Это срабатывает для меня, это стопроцентно. Люди покупают продукт, делают товарооборот, бизнес успешен. И вот мне партнер говорит, я вот это все прошел, мне было, говорит, все понятно. Потому что последовательно, постепенно, пошагово. А вдруг вот я сейчас зарегистрировался, зашел на сайт, то, все, это, 9, 10, маркетинг-план, то, все. Он еще не был на тренинге, и у него возник такой информационный шум в голове. Он как бы даже растерялся немножко, как я понимаю. Но я ему пояснил, я говорю, ты понимаешь, еще нет такого гения, не нашлось, который бы взглянул в первый раз на маркетинг-план, и ему бы все сразу стало ясно. Нет такого. Обязательно какие-то неясности, какие-то вопросы. Новое дело. Но ты не расстраивайся, постепенно все уложишься. Он говорит, да я все понимаю. Но беда в том, вот я сегодня говорил о том, что люди, страдая словесным поносом, не могут удержать в себе всю информацию, которую они знают об этом бизнесе. Мы все, большинство из нас, кажется, ну как мне рассказать человеку? Ну как мне сообщить ему такие важные вещи? Я же должен ему правду сказать. Но твоя правда, она его напугает. Этот будет, объем информации для него слишком велик. Он не проглотит этот кусочек. Ему для него трудно. И тогда у него решение какое? Лучше подождать. Потом. А потом это может быть никогда. Вот что я хотел сказать. Зачем на первой встрече абсолютное большинство людей рассказывает маркетинг-план и карьеру? Зачем все эти баллы? На доске, которую человек рисует, ему-то все ясно. Он-то в кайфе. Ему все понятно. И ему кажется, что и другим понятно. Ничего не понятно уже на 10-й минуте. Человек уже перестает следить за ходом твоей мысли. Он теряется. И вот лично для меня было большой-большой проблемой. И потребовалось много усилий, в том числе волевых, для того, чтобы определить, что можно говорить, а что нельзя. А как это отсечь? А как это популярно изложить? А как это доходчиво изложить? А как это сделать так, чтобы оно дошло? Ну вот если бы мы в первом классе на ребенка вываливали все, что он узнает за 10 лет или за 11 лет в школе. Ну все, мы бы сделали неврастеника из пацана. Потому что он бы боялся ходить в эту школу. Потому что он бы думал, что это страшно. Потому что это же невозможно даже представить, все это выучить. Запомни. И даже ужас берет, когда ты представляешь, что тебе надо учить. Нафиг эта школа. Или бы на молодых ребят, которые входят в жизнь, мы бы рассказали им все, что ожидает в жизни. Ну короче говоря, перегрузить человека, чрезмерно перегрузить его ненужной информацией, которая не имеет значения на данном этапе. Она важна, но нужно иметь в виду, рассказать ее потом. И поэтому, когда ты делаешь презентацию, то ты исходи из того, что... А вот что бы тебе было достаточно, когда ты принимал решение? Как тебе давали информацию? Ты подписался благодаря тому, что тебе дали дозированно, умно и взвешенно? Или вопреки такой ты был горячий, что вопреки тому, что на тебя обрушили огромный поток сведений, ты вопреки этому все равно подписался? Вот что с тобой было? С каждым из нас, вот вспомните. Я подписался вот в свой бизнес, потому что я услышал 5 минут по скайпу информацию такого общего характера, которая вызвала у меня жуткий интерес и желание узнать больше. Если бы меня мусолили в течение часа и задрали бы меня деталями о продукте, о маркетинг плане, то я бы, наверное, вряд ли бы так заинтересовался, да ну нафиг потом, когда-нибудь, может быть, потом разберусь. Вот что я хотел сказать. Итак, вывод. Это серьезно. Это коренной вопрос в бизнесе. Я вот говорю, подписывать людей, привлекать в бизнес людей, заводить в бизнес новых партнеров, это и есть самое главное наше дело. Легко сказать. Этим людям надо дать информацию, сделать месседж, сообщение. Если ваше сообщение будет перегруженным, это гораздо опаснее, во много раз опаснее, чем вы не доскажете. Я желаю вам удачи. До свидания. Продолжение следует.